Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают О чем речь? Я просто не пойму о чем речь Кольцо на Выборской Так, Кольцо на Выборской Вы просто конкретизируете, о чем вообще идет речь, я просто не пойму Паджеро, спорт А, ДТП, которое было 15-го числа или 14-го там какое Так, а Вы кем являетесь? Ну, я и есть звезда А, я понял, Вы Котов, забыл имя, отчество? Юрий Владимирович Юрий Владимирович, все, я вспомнил вас, я понял о чем речь Так, что не так, не пойму? Да я все понимаю, так, я просто по-человечески просил, потому что и так тут все уже посмотрим Вот, еще это Смотрите, я так понимаю, Вы просите удалить ролик с канала Дорожный контроль? Да Смотрите, какая ситуация просто возникла Вы, видимо, не в первый раз у Вас эта ситуация, не видимо, а точно И возникло уже более тяжкие, так скажем, последствия Слава Богу, в Хундай Солярис, сзади, на пассажирском сидении, не было никого, ни детей, никого Иначе, сами понимаете, чтобы натворили каких-то делов Я сам понимаю, конечно Да, поэтому, ну, как Вы думаете, удалил бы я этот ролик? Я думаю, наверное, нет Если бы у меня была бы такая возможность, или не было бы такой возможности Чисто по-человечески, я вообще не пил, у меня как инфаркт был Операция на сердце была, просто тут так получилось С вечера влудел Скажите, а первый раз, когда у Вас случилось в начале года, что у Вас было? Первый раз, там, ну, просто получилось, столкновение, вроде как, незначительное, да Ну, вроде как, уехал я А на следующий день приехали, ну, так, разозлился на себя, на все Не, ну, Вы же управляли в состоянии опьянения? Ну, уже после, я убил Ну, тем не менее, Вы-то управляли в состоянии опьянения? Ну, я спалил, я был в тот раз Ну, я понимаю, ну, видите, у Вас аналогичная ситуация Произошла в этот раз Ну, я говорю, тут я обидно, что я вообще не пью практически Я понимаю А чем Вы занимаетесь, где Вы работаете? Я, ну, по электрике, по постам, сомнению Угу, я Вас понял Ну, смотрите, мы просто не удаляем, не добавляем каких-либо изменений Вот оно, как есть, так есть, к сожалению, для Вас Потому что, ну, это последствия, так скажем, необратимые Я понимаю, я по-человечески прошу Я понимаю, я по-человечески, я Вас скажу сразу, я Вас понимаю Но у меня даже в голову, я не знаю даже, как Вас, о Вашей поступке оправдать Вы взрослый мужчина и совершили то, что совершили И за каждый поступок есть своя ответственность Есть ответственность в уголовном процессуальном кодексе Административном и человеческом Да, и, вот смотрите, есть же не только по закону ответственность Но есть же еще, и тоже Вы говорите по-человечески Вот ответственность есть по-человечески Вот в данном случае это тоже будет по-человечески Значит, чтобы в следующий раз Вас как-то тоже что-то останавливало Хотя бы Ну, Вы же, тем не менее Вас это останавливало Вы же опять же сели Вас же тоже привлекли к ответственности Но, тем не менее, Вы совершили повторное Что Вам мешает совершить это в следующий раз? Хотя бы, может быть, это будет Вас сдерживать? Что совершает? Что? Машину подавать? Ну вот, поэтому при всем, как бы, при всем понимании Вашей ситуации, ну, мы, конечно, Вам откажем Ну, не по-человечески Ну, скажите, пожалуйста, Вы со мной согласны, что есть еще наказание по-человечески? Вот, как Вы считаете, это будет такое наказание человеческое? При наказание, да, для меня еще и сейчас с работу выгонят, это будет совсем Я понимаю Ну, я Вам не наливал, я Вас за руль не садил Верно? Ну, я все понимаю, да Я услышал Вашу просьбу, но, как говорится, я вынужден ее отклонить Я Вас прекрасно понимаю, но за каждый поступок, и в том числе по-человечески, нужно отвечать Это будет являться как раз и по-человечески Общественное наказание такое, общественное порицание Ну, то в чьем садут выгонят, это нормальное явление Вы когда садились за руль и совершали это, Вы думали о том, что Вас могут выгнать Вы понимаете, что за каждой, узная, допустим, на работе, что Вы уголовно осуждены Вас могут уволить с работы, Вы же это прекрасно понимаете Я понимаю Да, поэтому Вы когда это делали, Вы понимали всю степень и серьезность последствий Так что я надеюсь, Вы и меня поймете Лично к Вам у меня никакой неприязни нет Я не знаю, я вот честно говорю, по-человечески прошу, как это Я по-человечески Вас услышал и понял Уже висело два дня, уже все посмотрели, кому надо Я говорю, я не хочу, чтобы там дальше все это дело пошло Понимаю Я понимаю, но, к сожалению, вынуждены Вам отказать в Вашей просьбе Мы готовы попрощаться Хорошо, все, до свидания Дорогие друзья, не забудьте подписаться на наш канал, поставить палец вверх Напишите комментарий, что Вы по этой ситуации думаете Ждите новых выпусков Счастливо Друзья, мы знаем, как избавиться от непосильных кредитов Если ты попал в долговую яму, звони мне по телефону 228-94-94, код города 473 Мы работаем на всей территории Российской Федерации Звони, мы обязательно тебе поможем Списать долги, это реально Взятки на дорогах, беспределы, нарушения правил Мы до вас доберемся, все как нужно исправим Кулак народа бьет по тем, кто нарушает закон Дорожный контроль, домоклов меч, наш колокольный звон Время ответить за должностное преступление Ты думал, что в тебя спасет звание или положение Будь ты министр МВД или офицер ГАИ Если живешь не по закону, то Ютуб смотри Раскроем лица под масками, шапками и касками Отпишем все подробности правды красками Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку От пьяного водила с кошельком безмерным Станированным стеклом и переградом непомерным Не стой в стороне, у нас есть номер горячей линии Дорожный контроль, на страшах города громкий мы ведем Воронеж будет чистой, это наша...